Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов. Вы на моем канале Коммент Бай. Сейчас я нахожусь на одном из объектов. Речь у нас пойдет сейчас о том, как система для каминов должна собираться. Это такой довольно познавательный объект, довольно интересный. Почему он интересен? Объясню. Вы все слышали о том, что система для каминов, дымоудаление должна собираться по конденсату. Окей, да. Но по конденсату? Собрано по конденсату? Да. Верхний участок по конденсату собран? Да, собран. Насадка нижняя входит вовнутрь трубы двухсотого диаметра. Все вроде бы отлично. Но почему вот про это вот место забываете? Здесь же собирается вся система уже по дыму. Тогда скажите, какая разница, что система по дыму бы собиралась здесь, либо начиналась как раньше продавали и сейчас продают до сих пор оголовки по дыму, а дальше по конденсату. Да, количество немножко меньше конденсат, я согласен. Она не течет здесь по этой трубе, но все равно она вытекает вот в этом месте. Почему она вытекает? Потому что точка росы там 55-55-60 градусов. Вы камин, когда начинаете разогревать, труба холодная, выделяется конденсат, он течет. Бывает такое, что вам везет, что он высыхает. Да, я с этим не спорю. Но так как я работаю с гарантией, я сейчас уже отошел полностью систем всех по сборке по дыму и пришел к этому, конечно, не сразу. Конечно, все узнается в сравнении. Здесь заказчик буквально пару раз топил эту топку и ко мне он обратился не вот с этой проблемой, которую я вам сейчас покажу, а то, что систему дымоудаления собрали ему некорректно, так как не надо собирать. Горизонтальный участок заложили полтора метра. Перейду, сделаю вам обязательно ссылочку, не знаю, какое видео раньше выйдет. Если это, то смотрите, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе моих дел. Ставьте на колокольчик оповещения, чтобы не пропускать мои видео, потому что есть информативные, довольно интересно, особенно если вы, конечно, потребитель, если вы в будущем будете заказчиком, чтобы знали, как трубы, как дымоходы должны собираться, как они могут собираться, чтобы вы потом сидели просто, на диване, наслаждались, получали удовольствие, пили чай. Они думали о том, что у вас здесь какая-то боня с камины идет и вы не можете понять откуда. По одной из причин все очень просто. Вот отсюда. Вот с этого места начинает вытекать конденсат. На моем, у меня из опыта, это уже третий объект, где реально один объект, заказчик просто захотел так делать, он меня не послушал, у него выйти конденсат, и на втором объекте я переделал систему дымоудаления, все. Это было очень неприятно, и поэтому не учитесь на ошибках своих, учитесь на ошибках других, я вам советую. Вы должны просто получать от этого камина удовольствие эстетическое, должно быть тепло в доме, а не думать о том, что идут вонь. Да, вонь идет, она высыхает. Камин сначала идет конденсат, потом он высыхает, и потом уже в конце, когда вы уже ушли отсюда, перестали копить топку, снова дымоход начинает остывать. И вот в этот момент снова появляется конденсат. И куда он появляется? Он появляется вот на этот верхний отбойник и начинает стекать. Он начинает стекать, если разные варианты каминных исполнений есть. Вот здесь может быть еще такой отбойничек, то есть он может собираться вот в этом месте, а он, это не вода, он высыхает очень тяжело. Только при больших температурах, когда идет высыхание, он начинает гадить и начинает вонить. Давайте я вам переведу в видеокамер, чтобы вы уже поняли, про что я говорю, что по всему полностью, вот это вот по всей воздухозаборной камере, полностью везде стоит конденсат. Это я вам еще говорю, что один или два раза этот камин всего лишь топился. Вот потеки, вот они пошли, вот эти вот струйки, вот сейчас здесь идут отделочные работы, поэтому здесь, ну, видно все. Вот это вот струйка, вот это, вот это, вот оно здесь больше, и дальше оно расходится все поменьше. Так по всему кожуху вокруг, вот видите, вот в этом месте вот пятно такое было сильно, и вот оно дальше начало стекать. Это очень неприятно, это очень неприятные запахи, и у заказчика здесь ко мне обратился с одной, с одной проблемой, но когда я приехал, я, конечно, забраковал эту всю систему, всю систему дымоудаления, там полностью будем мы ее переделывать. Ну и так по всему отбойнику, вот здесь его боль собирается больше, ну и дальше она начинает растекаться. Все. А когда вы начнете топить более активно, здесь будут, конечно, проблемы. И вот везде. Все. И на задней камере тут такая же ситуация, а здесь конденсата больше, начинает стекать вниз. Это очень-очень неприятно, я вам так скажу. Поэтому вот эти вот участки также надо собрать по конденсату. Сейчас вам немножко увеличу. Вот, вот эти все подтеки, вот они, вот. На моей практике встречались объекты, где люди просто отказываются от каминов. Вот из-за этой причины. Как с ней решать? Два есть способа, по крайней мере, их не есть, какая есть, да? Если мы берем нас одну систему дымоудаления, то это два способа, которых я знаю. Если вы знаете еще какой-то способ, можете мне прокомментировать, можете показать видео, но будет полезно. Первый способ, это купить противоконденсационную вставку. Я вам ссылочку внизу оставлю на нее, благодаря которой можно систему собрать всю по конденсату. Но ее, как правило, надо еще дорабатывать. Не думайте о том, что вы ее купили и все проблемы решили. Нет. Это бывает очень редко, поэтому надо брать болгарку, надо подгонять. Это уже другие немножко задачи стоят. Потому что у этих каминов, у печей, у всех разные толщина дымовой трубы, которая выходит. У кого-то может быть 3-4 миллиметра, у кого-то 10 миллиметров. А эта противоконденсатная вставка, она сделана стандартной, поэтому ее надо дорабатывать. Получится ли у вас? Я не знаю. И если у вас нет этой вставки, то надо сделать переход из нержавейки, как правило, потому что черные трубы кто производит, там производитель Дарка, Бертрамс, неважно какого производства вы возьмете, у них переходы стандартные, они тоже не становятся вовнутрь. Не становятся. Потому что снова же все индивидуально, и если делать переход, он также должен встать вовнутрь. Там есть особенности технические, потому что вы ни в коем случае не надо трубу, этот переходник забивать вовнутрь вот этого вот выхода дымохода. Потому что металл имеет свойство расширяться, и не дай бог, если у вас где-то что-то лопнет, но это будет реально у вас головная очередная боль и очередная проблема, с которой надо будет решать. Это не переделать вам дымоход, это полностью демонтировать все топку. Да, поэтому проблема надо решать, и чтобы у вас не было вот таких вот вопросов, говорю, делитесь моим видео, показывайте. Я свой контент делаю такой более информативный, как для конечного потребителя, потому что я работаю для вас, чтобы вы показывали мои видео, показывали мои видео строителям, которые вам делают дымоход. Потому что представьте, вы все сделали, у вас все красиво, отделка там с камнем, еще чем-нибудь, ну реально вы балдеете, пришли, вау, классный камин, супер, там с камотеком зашили все, и начинаете его растапливать, а у вас запахи в боль в квартире, вы не можете находиться. У вас два варианта. Первый вариант, вы перестаете топить топку, полностью забываете про нее, она вот с декоративкой. Второй вариант, вы звоните каминчику, либо монтажнику, который делал вам установку камина, дымохода, и хорошо, если он поднимет трубку и приедет, ну может быть, сделает вот так, а может быть, вообще ничего не сделает и не приедет к вам, потому что за свой счет переделывать вот эти вот системы, навряд ли кто-то вам согласится. Ну да, сделал неправильно, ну хорошо, но будете просить вы договора, ну в лучшем случае есть договор, а что дальше, пойдете судиться, ну может быть, поэтому делать систему дымоудаления правильно, собирайте все по конденсату. С вами был Дмитрий Михайлов, Коминбай, подписывайтесь на мой канал, заказывайте мне монтаж дымоходов, всем до новых встреч, пока!